Я в школе подтянуться ни разу не мог, а мотоцикл вполне себе закатываю. Важно не то, насколько вы сильны, а насколько правильно вы применяете усилия. То есть, знаете физику. Физику, как оказывается, в школе изучать иногда даже поважнее, чем физкультуру. Прицеливаюсь, а потом сажусь на него, включаю первую передачу и заезжаю с разгона. В конце концов, даже если упадет, ну можно же всегда купить новый, проблем-то. Выкатил, выкатил. Давай, три раза еще туда-обратно. Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Постоянно ко мне в сервис приезжают клиенты, которые пытаются сэкономить на мотоэвакуации и перевезти мотоцикл самостоятельно. Поскольку я уже устал отговаривать их от попытки сэкономить немного денег и уберечь себя от дорогих и больших проблем, я решил снять вам маленький гайд про то, как перевожу мотоцикл я. Я не говорю, что так правильно делать, но я так делаю уже примерно с 2014 года, когда у меня появился первый фургон. И пока еще ни один мотоцикл не пострадал. Ну почти. Сегодня на примере своего собственного мотоцикла BMW S1000XR я покажу вам, как безопасно загрузить его в фургон, а потом, как безопасно его оттуда выгрузить, ничего при этом не сломав и не поцарапав. Итак, поехали! У нас есть классный немецкий мотоцикл и не менее классный итальянский фургон цвета Ferrari, сделанный в России. Открываем дверь, достаем трап и готовим все к тому, чтобы загружаться. Есть один очень важный лайфхак, который я использую постоянно, потому что я очень часто, если перевожу мотоциклы, то делаю это один. Помогать мне зачастую просто некому, поэтому я заранее продумал фиксацию трапа к вот этому вот замку, в который закрываются задние двери. Это очень важный момент, потому что, когда вы закатываете или выкатываете мотоцикл в одиночку, ну или вдвоем, там, втроем, но без опыта, лучше, чтобы трап ни в коем случае, ни при каких манипуляциях с тормозами или чем-то еще, не отсоединился от автомобиля. Думаю, что последствия объяснять не надо. Это особенно актуально, когда вы используете какой-нибудь каршеринговый фургон, в котором, естественно, ничего не приспособлено, а трапы вообще сделали из подручных материалов. К сожалению, меня это, конечно, просто убивает, но такое в последнее время встречается все чаще. Ради экономии пары тысяч рублей люди готовы сломать мотоцикл тысяч на пятьдесят. Далее. Ситуация следующая. У нас есть определенное пространство внутри фургона. И нам нужно после того, как мы его туда закатим, сразу продумать, как мы будем его крепить. Во многих фургонах есть крючки, как у меня здесь. Для крепления лично я использую вот эти два крючка. Вот у нас один, и вот у нас второй. На мой взгляд, они здесь самые удобные и самые нужные. Также они здесь есть еще по углам. И я добавлял крючки по центру, потому что неоднократно в эту машину я загружал два мотоцикла сразу. Но это уже совсем другая история, гораздо сложнее. Сейчас фоточку прикреплю. Итак, перед тем, как мы будем закатывать наш мотоцикл в фургон, нам нужно продумать, как же мы будем его крепить. Потому что потом будет неудобно. Для крепления мы будем использовать вот такие вот стяжки. Думаю, что многие знают, что это такое. Продаются они в строительных магазинах. Ну и, наверное, не только, а во всяких там Леруа, Нелеруа и всяком таком прочем. Это просто ремень, который мы такой вот трещоткой можем довольно сильно натянуть. В большинстве фургонов у нас бывают крючки заводские для крепления. Я пользуюсь ими. Эта машина у меня с 2014 года. Да, примерно раз в несколько лет они выходят из строя. Но пока что я ни на что другое их не заменил. С завода здесь 6 крючков по углам. Я чаще всего пользуюсь средними для крепления двух мотоциклов. Я дооснастил еще крючком здесь и крючком здесь. Два мотоцикла сюда, конечно, влезает очень-очень плотненько. Но иногда приходится и так делать. Неоднократно на юга со мной ездили два мотоцикла. А то еще и посудомоечная машина. Сейчас фоточку найду, прикреплю. Главный принцип, который нам надо соблюдать после того, как мы закатили мотоцикл, это жестко растянуть его в разные стороны, чтобы он никуда не пытался упасть. Именно для этого многие эвакуаторщики используют какой-то фиксатор переднего колеса, а заднюю часть растягивают. Кто-то растягивает вперед переднюю вилку и что-то типа заднего маятника или хвоста какие-то точки находят. То есть многие используют четыре точки, чтобы растянуть его в четыре разные стороны. Я так не делаю. Я так не заморачиваюсь, это очень сложно. А я ленивый. Поэтому я просто закатываю мотоцикл, ставлю его на боковую подножку, передним колесом упираю его в перегородку. Вот обратите внимание, у меня здесь дощечка подготовлена. Дощечку я использую не просто так, потому что некоторые мотоциклы, особенно Бургмана 650, если ее не использовать, упираются в перегородку кончиком переднего крыла. Чтобы крыло не царапать, я создаю дополнительный, так скажем, зазор. Это все несколько приспособлено к моему автомобилю. После чего я просто притягиваю мотоцикл вперед к перегородке. Влево он у нас никогда не упадет, потому что он жестко зафиксирован подножкой. Вправо он не завалится за счет того, что сила трения стяжек ему не даст этого сделать. Особо тяжелые мотоциклы я дополнительно фиксирую в левую сторону. Сейчас покажу на практике, как это работает. Для того, чтобы закатить мотоцикл, на самом деле не надо быть гераклом. Я в школе подтянуться ни разу не мог, а мотоцикл вполне себе закатываю. Важно не то, насколько вы сильны, а насколько правильно вы применяете усилия. То есть, знаете физику. Физику, как оказывается, в школе изучать иногда даже поважнее, чем физкультуру. Возможно, со мной многие не согласятся. Итак, поехали. Многие рекомендуют держать мотоцикл за руль двумя руками. Я так не делаю никогда. Мне так неудобно. Я всегда держу правой рукой за хвост, а левой рукой за руль. Левой рукой я прекрасно рулю и все абсолютно контролирую. Могу вот так вот посмотреть на колеса и так далее. Нам гораздо удобнее закатывать какой-нибудь макси-скутер, потому что у него на левой ручке расположен задний тормоз. И тормозом мы можем в любой момент фиксировать мотоцикл. С мотоциклом все гораздо сложнее, потому что мы должны либо правой рукой тянуться держать передний тормоз, что неудобно, когда мы поедем вверх. Либо же, как я буду сейчас делать, включать первую передачу, как пример, и выжимать сцепление. То есть делать все наоборот. Это такая тренировочка для мозга. Поехали. Я подкатываю мотоцикл примерно туда, куда нам надо. Прицеливаюсь. А потом сажусь на него, включаю первую передачу и заезжаю с разгона. На самом деле нет. Все, что я сейчас сделаю, это встану вот на таком примерно расстоянии. Вот я сейчас включил первую передачу, и мотоцикл у меня никуда не катится. Вот обратите внимание, я держу его одной рукой. Выжимаю сцепление, он у меня начинает катиться. И, собственно, закатываю. Даю небольшой разгон. Оп. Максимально далеко, насколько дотягиваюсь, я закатываю его руками. Отпускаю сцепление, он у меня сейчас нормально стоит. Далее я перемещаюсь в кузов. Несколько меняю положение тела. Выжимаю сцепление и затягиваю его сюда. Далее ставлю на боковую подножку. И, в принципе, ну, можно поставить на нейтралку. Все. Мотоцикл в кузове. Как видите, я закатил его один без особых трудностей. Какой-нибудь Бургман я, в принципе, также могу закатить без проблем. Гантелю, конечно, не рискну. В принципе, это возможно, если потренироваться. Если нет снега, нормальные асфальты, крутятся колеса. Но я предпочитаю, чтобы кто-то подстраховывал. Потому что гантель и мотоцикл большой. И иногда надо посмотреть на колесо. А в одиночку это сделать не получается. Один раз в этот фургон мы закатывали голду, которая без заднего кофра. А F6N баггер, если не ошибаюсь. С ней пришлось позаморачиваться. Потому что она влезла только по диагональке. Но влезла. Теперь закрепим наш мотоцикл. Для этого я буду использовать всего лишь одну стяжку и два крючка. В качестве крепления на мотоцикле я буду использовать вот эти вот ручки, за которые держится задний пассажир. Здесь они у нас крепкие, алюминиевые. На Бургмане 650 я тоже использую их. То есть, в принципе, рычаг такой, что даже приложив небольшое усилие к ним, мотоцикл можно достаточно жестко зафиксировать. Он у нас притянется вперед и зафиксируется от смещения влево-вправо. А что еще нужно? В принципе, ничего. Берем стяжку. Она у меня уже тут всегда на готове. И зацеплена к одному крючку. Ничего, в общем, сверхъестественного. Вот я могу вот так повиснуть на нем. Прочности его хватает. Далее. Беру и делаю вот такую вот петельку на ручке. Ничего более. Петелька делается для того, чтобы увеличить силу трения ремня об ручку. Никаких царапин потом не остается. Далее я делаю здесь то же самое. Таким вот образом я могу вот так держать мотоцикл. И в принципе ремень никуда уже на ручках у нас не проворачивается. Никакие излишние моменты здесь не нужны. Далее. Я наклоняю мотоцикл максимально влево. Потому что мы будем его растягивать вправо. Опираю максимально на подножку. То есть сейчас у нас подвеска задняя расслаблена. Сохраняя натяг этой стяжки. Я держу ее. Цепляю вторую часть стяжки. Заряжаю ее. То есть вот здесь я сохраняю натяг. Чтобы там ничего у меня не расслабилось. Возможно это требует определенной сноровки. Но это совсем не сложно. И начинаю натягивать. Обратите внимание на то, как будет вести себя подвеска мотоцикла. Он у нас притянулся к перегородке. И все. Этого более чем достаточно. Потому что при всем желании он не может деться просто никуда. То есть я могу делать с ним все что угодно. Шатается вся машина. И ничего не происходит. Конечно для уверенного крепления можно растянуть задуги вперед. За хвост. Там за два угла назад. Но зачем? Если и так все работает и все прекрасно. На некоторых тяжелых мотоциклах приходится страховаться. Потому что силы трения ремня об ручки может не хватить при повороте налево. То есть в левую сторону мотоцикл упасть не может. И в повороте направо мы застрахованы боковой подножкой. Она у нас уперта в пол. А вот при повороте налево мотоцикл может завалиться вправо. Если мы будем делать это достаточно активно. А эта машина не просто так цвета Феррари. Едет она хорошо. И иногда можно забыть что в кузове пара мотиков. В общем когда у меня есть хоть какие-то сомнения. Мотоцикл тяжелый или что-то еще. Или ехать мне 3000 километров. Что тоже бывало. Я использую еще одно дополнительное крепление. Как переднее крепление я использую все тот же крючок. И задействую еще один крючок который находится вот здесь. Делаю дополнительную стяжку. Иногда за ту же ручку. Иногда за какие-то дополнительные элементы. Просто чтобы зафиксировать мотоцикл. И перестраховаться от его падения направо. Данный тип креплений я придумал сам. Я ни у кого его не подсматривал. Никаких видео не смотрел. И в общем-то меня он никогда особо не подводил. Ну за редким исключением. Один раз мы купили ЛТшку на разбор. Несколько лет назад. И не сильно парились с ее креплением. Она была уже паданная на правую сторону. Надо было быстро ее забрать. Была зима. И в общем при съезде на МКАД в кузове произошел бубух. И в общем-то она упала. Мы ее благополучно подняли. И с тех пор я уделяю больше внимания этому креплению. Но сюда вот со своим мотоциклом я ехал без дополнительных стяжек. Вот так как есть. И никаких проблем. Итак, для того, чтобы выгрузить мотоцикл из фургона, нам нужно произвести все те же действия, которые мы производили для того, чтобы загрузить. Но только в обратном порядке. Поехали. Отцепляю стяжку, которая фиксирует мотоцикл. Убираю ее в сторону. Убеждаюсь, что мотоцикл свободен и ему ничего не мешает. Далее достаю трап. Убеждаюсь, что трап у нас зафиксирован и никуда не уедет. Если такой возможности зафиксировать трап у нас нет, то берем помощника и он ногой придерживает трап, чтобы он не съехал назад в момент, когда я буду выкатывать мотоцикл. Итак, поехали. Я беру мотоцикл за руль. И вот тут у нас проблема в том, что это мотоцикл и у него механическая коробка. На скутерах это поудобнее. Здесь нужна чуть большая сноровка. Я включаю первую передачу, выжимаю сцепление и использую его вместо тормоза. Аккуратненько едем. Если есть сомнения, останавливаемся. А на скутере можно вообще использовать левую ручку тормоза. Очень-очень удобно. Заднее колесо у нас идет хорошо. Я поглядываю, что переднее колесо попадает на трап и все. В этот момент, если ты разгружаешь мотоцикл клиентский и клиент стоит рядом, он очень переживает за свой мотоцикл. Прямо безумно переживает. Пытается подбежать, схватить его обязательно за хвост. И как-нибудь выровнять. Мотоцикл в нормальном положении, немного наклонен в мою сторону. И это нормально. Если я его держу вот таким вот образом, и кто-то пытается его выровнять, у меня сразу же возникает паническое просто ощущение, что он сейчас вот так упадет направо. В этот момент я по три, по четыре раза говорю человеку, чтобы он не мешал мне и отошел, не прикасался вообще ни при каких обстоятельствах к мотоциклу. В общем и целом, он никуда не упадет. Вот эта вот вся типа помощь, которую люди пытаются оказать, она только мешает. Ну, в конце концов, даже если упадет, ну можно же всегда купить новый, проблем-то. Собственно, просто скатываем. Все очень легко и просто. Далее наш мотоцикл готов к дальнейшим перемещениям куда угодно. Котел выкатил. Давай, три раза еще туда обратно. Резь качал. Снимаешь? Да. Ты что-то накачал. Резь накачал. Опа-па-па. А теперь... Итак, сегодня я показал вам перевозку мотоцикла на своем фургоне. Я настоятельно рекомендую, если у вас что-то случилось нестандартное, и вам требуется перевозка мотоцикла, обращаться к профессионалам, которые знают и умеют, как это сделать без лишних повреждений и без лишних рисков. Но если вдруг у вас возникла такая ситуация, что вам приходится заниматься этим самому, я уж не знаю по каким причинам. Буду надеяться, что мой опыт вам поможет. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании. А также по ней вы можете найти мой аккаунт на Boosty, и там, возможно, будут некоторые кадры, которые не вошли в эту версию видео. Всем пока! И да, забыл! Обязательно напиши лайк, поставь комментарий и нажми на колокольчик. А я поехал! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!